Страна ФМ Спасибо, это взаимно Все у вас классно, но что? Открываю я ваш сайт, ваш инстаграм И вижу, лет это у вас Начинается по-итальянски Так ли это? Дни культуры Италии Целых два дня, 1 и 2 числа, 1 и 2 июня Целыми днями будет звучать итальянская музыка Будут разнообразные Обучения разным традиционным ремеслам Итальянским, будет анимация Будут уроки рисования, для детей специальные программы Можно будет попробовать самую разнообразную Итальянскую кухню Будут беспрестанно петь Да, там будут всевозможные Итальянские рестораны Не просто привезли, накормили А прям так готовить Там будут даже мастер-классы Я думаю, что это будет Грандиозное событие с участием посла Италии Генерального консула Италии в России И мы пригласили огромное количество гостей И очень знаменитые певцы И певицы, и группы будут выступать Там Матьев Базар, например Знаменитый еще с конца 70-х По-моему, группа Или Альбана, который Вот, очень знаменитый тоже певец И причем Музыкальная программа будет длиться практически целый день Начиная где-то с 12 Ну и где-то там до 6-7 Так что Выходные, да? Оба дня Оба дня Оба дня Оба дня, да Ну подробно программа, естественно, у нас будет и на сайте И в инстаграме Поэтому можно, естественно, кто не знает, смотреть Но я думаю, что это будет невероятно красочная история Тем более, что у нас еще в Ботаническом саду работает потрясающая выставка Исторических итальянских велосипедов Причем это не просто разные марки велосипедов А это велосипед, например, врача Велосипед пожарного Велосипед полицейского Велосипед Берсальера Это такие были Стрелки-снайперы Итальянской армии Во второй половине 19-го века Круто Или велосипед, который, ну, например, там жарильщика каштанов Соответствующими устройствами всевозможными И одновременно с патефоном Чтобы те, кто стоит в очереди за этими каштанами, не очень скучали Выставка невероятно интересная И мне кажется, что, знаете, она очень еще правильно сделана Потому что там такие баннеры висят Которые рассказывают о том, что же и почему же так устроен велосипед Что вот это, например, врач, который ездил по деревням Который, например, одновременно мог принять роды, скажем Мог вылечать от гриппа Возил единственный на тот момент известный антибиотик пенициллин Мог, если заболел от домашних животных, то тоже То есть мастер был на все руки Это очень интересно А еще, например, был, скажем, священник Он возил оплачение свое на этом велосипеде Всевозможные различные церковные утварь И приезжал на какие-нибудь жизнерадостные или выпечальные события Ну, только полноценный транспорт, да, конечно Да, представляете себе И можно себе представить, как эти велосипеды колесили когда-то по горным маленьким деревушкам Италии Причем самый старый велосипед, представленный у нас на выставке 1887 год А их вообще серийно 1800 Это не тех самых стрелков Да, именно, именно Откуда вы знаете Да, это самый первый велосипед У них еще были цельные шины Они назывались костотряска Настолько было неудобно на них ехать Что чаще всего эти версальеры тащили их рядом с собой или катили Цельные имеется в виду не полые, как сейчас Не полые, да, потому что да, да, да А как на детских велосипедах, просто вот эта дубовая резина, которая потом трескалась Да, костотряска называлась, потому что очень было, конечно же, тяжело ездить Ну вот, и я думаю, что эти дни Италии, это, конечно, у нас первый такой случай, грандиозный, правда Два дня полностью, у нас целое поле будет посвящено всевозможным развлечениям Алексей, не все сразу Это молния, покрою Сейчас мы углубимся обязательно, но перед этим молния Но в аптекарском огороде никаких молний абсолютно точно не будет И мы уже в эфире 89.9 в Москве, 102.0 в Санкт-Петербурге, 742 кнопка в Триколоре, страна.фм наш сайт Если вы вдруг просмотрите это интервью, пожалуйста, в ютуб-канале нашем можно будет посмотреть повтор Алексей Ратыю у нас в гостях сегодня, мы говорим о программе, которая будет, ну, преимущественно летом уже в аптекарском огороде Да, преимущественно летом, потому что осталось буквально несколько дней Хотя и мая у вас завершается, прикольно Да, замечательно Вот, но на самом-то деле мы придумали, конечно, очень много новых вещей, которые поражают воображение Вот я на ваших... Например Например, вот входишь, только входишь на центральный портер ботанического сада Да Видишь огромный куб, да, высотой где-то метр стеклянный Так Заполненный водой, и там плавают разнообразные рыбы Некоторые очень большие, сантиметров по 30 Они практически все время находятся в этом кубе И многие сотни тысяч посетителей сада думают, что они там заперты Что это такой специальный аквариум над водой Так На самом-то деле он свободно соединяется с нашим огромным зеркальным вот этим портерным каналом И они всплывают туда просто посмотреть на людей Им все время показывают разных людей То есть захотят, они уйдут оттуда Сколько угодно, да, так что могут все не волноваться, но смотрится это невероятно Потому что это как бы парящие рыбы Они как бы парят на высоте практически метр над водой Это невероятно красиво, необыкновенно выглядит Потому что они сидят там часами, медленно передвигаются Это их самое любимое место Потому что снизу, из-под зеркального канала очень плохо видно, неинтересно А тут ты можешь осмотреться, что происходит в мире Что на центральном портере, что зацвело Как на котов они очень хорошо реагируют Мы приходим посмотреть свой перформанс Они приплывают посмотреть свой перформанс Самое интересное, мы строили этот куб И совершенно не были уверены, что они вообще туда будут заплывать Понимаете, да, торчит куб из воды И непонятно А тут вдруг он стал пользоваться таким невероятным успехом у рыб Что просто поразительно И это такие кадры невероятно красивые Вот даже просто вот зайти Это, кстати, единственный такой аквариум На всей территории Российской Федерации Больше нигде нет За границей там в паре мест еще они на самом деле Создаются, причем люди иногда даже не понимают За счет чего там держится вода Она держится за счет атмосферного давления На всю остальную поверхность зеркального канала И, конечно же, а сверху там же стекло Надо прийти посмотреть Да, это очень круто Надо прийти посмотреть Ну и еще на днях у нас открылось Мы так давно мечтали Так У нас была огромная такая глиняная гора Которую все принимали То за вулкан, то за груду какого-то там строительной глины А, да-да-да На поле Подальше Да, я помню На концертном поле Который у нас так часто посещается тысячами людей Во время любого концерта Сейчас у нас давно уже начался вот этот вот сезон Концертов И все у нас Каждый день, кстати, почти разное Да, почти каждый день Знаете, 6-7 концертов в неделю На этом поле И в субтропической оранжерее Самых разнообразных Причем я о них еще немножко скажу Ну так вот И эта гора была долгое время Основой на самом-то деле Для совершенно невероятной ботанической экспозиции Ботаническая экспозиция называется Альпийский бельведер Это специальная такая точка Холм На которой ведут две спиральные тропинки Сквозь потрясающей красоты Настоящие альпийские растения Там прямо сейчас можно увидеть и всякие гвоздики И маки И генцианы И всякие там ромашки И, конечно же, леантоподиум альпинов Знаменитый эдолейс Главный символ альпийского вообще региона И вот теперь Это будет чуть ли не единственный Наверное, такой настоящий Альпийский лук И вот сейчас цветет дико красиво Причем нам пришлось временно Мы только что посадили эти растения Не пугайтесь те, кто придет посмотреть Сделаны временные такие заграждения Все сквозь них Все равно, тем не менее, прекрасно видно Но они чуть-чуть там разрастутся Чуть-чуть приживутся И мы тогда, конечно, откроем все эти Самое главное В какой период надо прийти? Прямо сейчас Прямо сейчас Прямо сейчас Вот ближайшие Да-да-да Сейчас самое красивое время Все в полном цвету Это очень круто Слушайте, мы сейчас уйдем специально Что вы успели дойти Вы быстренько сходите, возвращайтесь Альпийский велитер Да-да-да Мы пока здесь Алексей Ретеюм Директор старейшего ботанического сада России Ботанического сада МГУ Аптекарский огород Сегодня с нами здесь Алексей, вопрос такой Понятно Лето, май Классная пора Но Грозу никто не отменял Ой, как сегодня Вот да Что делать? Бежать в оранжереи У нас 3600 квадратных метов оранжерей Правда, не все они открыты Я вот плохо в квадратных метрах Я вот как истинно советский человек Понимаю в гектарах и сотках Много этажей Значит, это получается Места хватит Вот так Да-да-да 30, считайте 36 соток Это только оранжерейных поверхностей Да-да Почти под стеклом поверхности Там потрясающая коллекция суккулентов Это растения засушливых мест обитаний И завтра, 31 мая Откроется такая специально построенная для них площадка На уровне второго этажа Где они будут нагуливать шикарные колючки С мая по сентябрь Потому что они должны гулять Каждый раз мы их выносили раньше Специальные парники Спускались со второго этажа Теперь мы построили прекрасную веранду Сделали там красивую экспозицию И с завтрашнего дня туда запустим посетителей Кстати, вот сегодня, когда была гроза Да, очень сильно Просто сад был полон народу Потому что до того было солнце Было тепло Дети резвились в нашем специальном тактильном саду У нас на днях открылся еще и тактильный сад Который тоже нужно видеть Довольно редкое явление Так не только видеть, еще и трогать Трогать, именно Что это такое? Трогать что? Площадка, да Где есть разные поверхности Разные камни Разные опилки Разные еловые шишки Или сосновые какие-то шишки Разные-разные поверхности Разные фракции Гравия, песка всего на свете И нужно ходить по ним Можно босиком Ну или как угодно Дети с огромным удовольствием И валяются И даже засыпают И ходят босиком Мамы довольные вокруг И еще там Досуг нашли Да, и еще там есть такая специальная новая система Приподнятые песочницы Чтобы детям и взрослым любого роста Можно было очень удобно Не нагибаясь Не ставясь на четвереньки Лепить замки из песка А как видите, сейчас в будни много людей? В будни людей сравнительно много Но, конечно же, меньше, чем выходные И выходные вообще очень-очень-очень много народу И сегодня вот гроза всех тут же просто смела в оранжереи Где у нас там и фудкорт, можно отдохнуть И где можно посмотреть две подписающие выставки Эстетика и богатство мира насекомых Вот когда мы открывали эту выставку Мы думали, что это будет временная экспозиция Теперь она постоянная Могу всех порадовать, что она не только постоянная Навсегда Но еще и служит началом Огромной энтомологической коллекции Которую мы собираемся разместить В ботаническом саду Звучит не очень Хватит ли места? Хватит, специально строим Звучит не очень круто Но если прийти Вот мгновенно, как только эта экспозиция открылась Она стала прямо немыслимо популярной Потому что некоторые жуки Кажется, что сделаны из чистого золота Некоторые жуки размером С поражающими воображением Со всеми какими рогами С какими-то там Как-то сороги такие вот невероятные И весят они 230 грамм Представляете себе? 230 грамм чистого хитина Чистого, чистого Ну почти, да Еще там вот такие гигантские палочники Всевозможные Вот такие, кто нас слушает Я... 30-30 сантиметров Да-да-да Что такое палочник? Бабочка палочник? Нет, палочник Это такой тоже Жук Насекомые такие Ну, все их знают Они называются палочниками Потому что похожи на палку Которой пределаны другие палки Точно Ну, может быть, вы видели Они еще лазают по разу У них камуфляж такой Да, камуфляж такой Чтобы птицы думали, что это сучки И не клевали Это такая мимикрида Требую развеять мой миф Или не миф Правда ли есть бабочки, которых вообще нельзя трогать? То есть их трогаешь, и они после этого как-то потом совсем не жизнеспособны Ну, знаете, скорее все-таки это миф У нас таких нет Да И чуть некоторые прикосновения к ним обычно никакой катастрофы не приносят Вот, у нас потрясающая коллекция бабочек Вот об этом мы расскажем Давайте Да, у нас рекомендую паузу, друзья А вы задавайте свои вопросы в группу ВКонтакте «Страна.фм» И действительно, это мы 89,9 в Москве, 102,0 в Санкт-Петербурге 742-я кнопка в Триколоре «Страна.фм» Наш сайт Смотрите нас в прямом эфире Лизка Алина, Майк Войс И у нас сегодня Наш гость, да, друзья Алексей Ратыю у нас в гостях Директора Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Мы продолжаем такую афишу некую Что ждать, что смотреть На самом-то деле, мне кажется, сейчас надо И слушать Бросать и участвовать в «Аптекарский огород» Сейчас, там, сегодня Вот, ну, в ближайшие дни Потому что там столько разнообразных экспозиций Кто там не был Это просто такое разнообразие Небольшой плачок, 6 гектар с половиной Маленький совершенно, да, в Москве Там и хвойные горки И уникальная совершенно экспозиция Флора сведней полосы России И только что посаженный сад хост И сад лекарственных трав Сад хост? Сад хост Хост — это такое крупнолистное Очень красивое декоративно-листное растение И мы только что посадили очень интересную композицию Которая выглядит как солнышко С расходящимися во все стороны лучами И оно полностью Вот это пространство Этого солнышка с лучами Между лучами Лучи — это дорожки Да А все пространство между ними Занято как раз разнообразными хостами И огромными, красивыми Как в каких-то старинных сказках Проморозка корягами Которые наш ландшафтный архитектор Артем Паршин Решил использовать в этой экспозиции Это невероятно здорово И очень интересно Вот Ну и потом Знаете, чем еще хороши все-таки аптекарские гарантии? Я им очень горжусь Тем, что там очень много сервисов для посетителей Там плюс к тому Что можно спокойненько посмотреть экспозиции нашей коллекции Погулять Самые разнообразные На очень, в общем-то, небольшой площади Начинают с центрального портера Теневой сад Садик орхидей Все это у нас Там еще можно спокойненько поужинать Пообедать Потому что там, по крайней мере, 14 разных кафешек С очень хорошими летними верандами Самыми разнообразными Которые смотрят прямо на сад И запахи из сада наносятся на эти веранды Алексей, у меня напрашивается единственный вопрос Вот после 6 гектар После... Сколько, сказали вы, зон 14, да? Где можно покушать? По крайней мере, не считай еще Огромный фуд-корт Который находится прямо под оранжереями Если квадратный сантиметр земли Где ничего нет То вот хоть что-то Вот Какие-то запасы Где вот на будущее Что-то... Либо все занято Вот вообще Вы знаете, мы все время Что-то новое придумываем Серьезно? Что-то устарело Где-то хочется сделать Что-то еще более интересное Вот, например, у нас сейчас Откроется самый большой Наверное, в России А может быть и в мире Компостный двор Мы всем будем показывать Компостный двор Да, это такая есть компания Пинорикар Французская Которая помогает нам Сделать огромную Именно экспозицию Туда можно будет залезть Посмотреть, как червяки перерабатывают Там будут такие стеклянные стены Как червяки быстренько перерабатывают Запахов не будет? Нет, 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 растительные остатки От них никогда не бывает Никакого запаха Наоборот, иногда, знаете, прелые травы Очень даже приятный Какой-то такой запах Но на этот раз Это будет не где-то там В конце сада Закрытое, да А наоборот Будет показано Как надо правильно обращаться С растительным остатком Там будут жить червячки Там так называемый Очень популярный Вермиферма Я понял Как еще раз называется Верми Да, червячок Будет два знаменитых куба В аптекарском огороде Один с рыбами А то есть червячками А еще У нас же на днях Открывается выставка У нас, кстати говоря В прошлом году была выставка Сергея Николаевича Андреяки Замечательного акварелист У него очень близкого друга И прекрасного человека И вот мы решили Выставка пользуется Огромным успехом Называлась «Природа и растения России» Но потом я поехал В школу акварели Сергея Николаевича Посмотреть детские работы И был просто поражен Например, шесть видов комара Да просто Вот это не шесть Биологических видов комара А комар с разных ракурсов Нарисованный Ничего себе Или там какие-то ящерицы Какие-то необыкновенные Совершенно там Игуаны Конечно, слоники, ослики Это само собой И выставка, которая у нас откроется Это рисунки исключительно детей Они исключительно профессиональны Они поражают воображение С 7 июня она откроется И продлится до 17 июля В фойе оранжерей Я думаю, что там приедет Очень-очень много работ Мы сейчас ее начинаем монтировать Рядом с нашими насекомыми Еще рядом с минералогической выставкой Где можно посмотреть Подлинные кусочки Челябинского метеорита Настоящий зуб мамонта Всякие Увидеть, что гипс Это не белый порошок А такие кристаллы прозрачные Довольно крупные Увидеть уникальные Некоторые, скажем Горные породы минерала Типа чараита Которые водятся только В Российской Федерации И поражают воображение Своим изысканным рисунком Своей красотой И разнообразием Вообще это просто очень здорово А еще увидеть предмет Быта геологов Как всякие там Отбойные молотки Как они там Современные Нет, исторические Исторические Исторические, да Знаете А здесь где-то в среднем Середина 20 века Это, кстати, выставка Вместе с Московским геолого-разведочным Университетом И тоже мне она так нравится Знаете, когда какая-нибудь Выставка уезжает Как будто сад сиротеет Чего-то не хватает Поэтому мы накапливаем выставки Их все больше и больше И каждый угол сада Буквально чуть-чуть Занят искусством Вообще концепция сада Аптековский огород Заключается в том Что это остров будущего Это место, где должны Гармонично сосуществовать Растения Потому что это Ботанично взят люди Которые туда приходят Животные Которых там тоже много Коты, там рыбы Черепахи И, конечно же, искусство Искусством там проникнуто все Это изобразительное искусство Это из культуры И живопись Это, конечно же, музыка Которая вот сейчас будет Целый барочный фестиваль Алексей, вот о музыке Это мы и поговорим После нашей музыки Сейчас сделаем Малину паузу Да, у нас вообще такая пауза Да, небольшая И продолжим Надо жить красиво Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Друзья, мы продолжаем Майк Войс, Лиза Калинина в студии У нас в гостях сегодня Директор ботанического сада МГУ Аптекарский огород Алексей Ратыюм Алексей, вы знаете, смотрю я на вас И думаю, вот везет тому, кто везет Конечно Вот серьезно У вас столько событий На любой вкус Да, на чем мы там А, мы остановились На гармонии На искусстве, да И на том, что ботанический сад МГУ Аптекарский огород Конечно, самое лучшее место В Москве Да, правда? Ну, подписываемся вдвоем Вы знаете, мы совсем недавно Попробовали, вот если говорить Об искусстве Продолжать тему гармонии Между различными составляющими Человеческой жизни Людьми, растениями То у нас в саду Проходит по крайней мере 300 концертов в год Самых разнообразных Это и музыка барокко И джаз И там современный Американский какой-нибудь Там минимализм И романтика И чуть ли не Народные песни всевозможные И, например, романс С Петра Ильича Чайковского Исполняется очень-очень огромное Разнообразие всевозможнейших Направлений музыки В разных помещениях И в разных местах Субтропическая оранжерея Вот сегодня Там, кстати, концерт Уже даже не помню Там, что будет Столько концертов Нельзя запомнить В 9 часов Все могут еще успеть Если кто-нибудь соберется Не пустые слова Потому что Алексей успеет Я успею Вы возьмете так Чтобы помчиться Да, да Вот Субтропики хороши тем Что там круглый год тепло Там помещается Кстати, не так И мало Зал там вмещает 360 человек Вот И там мы не зависим никогда От погоды, от дождя Не надо никуда бежать И поэтому Такие относительно Они такие массовые концерты Как будут Во время Дни итальянской культуры Проходят 1 и 2 июня Вот я хочу напомнить Мы не сказали Там, кстати, для итальянцев Вход свободный Да Для итальянцев Очень смешное Акция Да, акция При предъявлении Итальянского паспорта 1 и 2 июня На Дни итальянской культуры Для итальянцев Вход бесплатный Алексей Бене, Бене, Бене Если девчонки хотят познакомиться С итальянцем Да, приходите Это правильное место Могут прийти Ну вот И сейчас Совсем недавно Мы испробовали Ну, конечно, наше концертное поле Большое Да, собирает тысячи людей Кто там только не выступал И звезды Ла Скала Там Никола Уливьери В прошлом году выступал Знаменитый бас Такой ученик Луча на повороте Великого И на реках Назарян Победитель конкурса Петра Ильича Чайковского Да, одного из самых престижных Конкурсов в мире По классу виолончели Ученик Ростроповича Вот Собирали, кстати, тысячи людей Реально Но мы придумали сейчас Совершенно новый формат И буквально только что Его опробовали 12-13 мая У нас уже прошли концерты Это были гастроли Шанхайской Народной Традиционной Такой оперы китайской Шанхайская опера Есть и такое Да, была Вот И мы придумали Что эту оперу Надо петь на воде Вместе с ними То есть они сами Традиционно исполняют Оперу Где есть рядом Какой-то водоем Или какие-нибудь мостки Это все было в традиционных Китайских одежд Исполнялась музыка На традиционных Китайских Народных всяких Там и оперных инструментах И сделали мы это На центральном портере Где у нас как раз Вот этот вот зеркальный канал Большой Заполненный водой И рыба в нем живет И в нем отражается Почему он зеркальный В нем отражается Очень красивый Исторический Фасад нашей Субтропической оранжереи Это была главная задумка Английского Великого английского Архитектора Кима Уилки Который придумал Этот канал Мы реализовали этот проект И зеркальным Он получил название Из-за вот этого Красивого отражения Так вот И у нас сейчас Будет целый фестиваль Состоящий концертов Из десяти Это музыка барокко Барокко вообще Писалась для того Музыка барокко Писалась для того Чтобы она исполнялась В садах На берегах водоемов Под открытым небом Алексей Здесь важен вопрос Что такое музыка барокко К архитектуре Все привыкли Музыка барокко 17-18 века Это очень Такая Знаете Мелодичная И невероятно Выразительная музыка Которая создавалась Величайшими композиторами Георгом Фридрихом Йенделем Николой Порпора Клаудио Монтеверди Генри Перселом Основоположником Самого Жанра Оперы как жанра Якоба Перри И другими Величайшими композиторами И мы Очень любим Эту музыку Чтобы она Звучала У нас В Ботаническом саду И вот сейчас Даже И 4-го И 14-го Прошу всех запомнить Июня Пройдут два концерта Барокко Один называется Смирение И страсть Европейского барокко 17-18 веков Причем мы пытаемся Исполнять Эту музыку Обязательно На аутентичных Барочных инструментах Старинных инструментах Барочных Скрипках Барочных Виолончелях Ну клавесины Приходится привозить Тоже обязательно Клавесины будут Клавесины будут И обязательно Конечно же Будет очень красивый вокал Причем очень часто Как известно Барочную музыку Писали для певцов Кастратов И у нас сейчас Часто выступают Контртеноры С различными Барочными программами Я чуть не спросил Их тоже привезу Нет Они иногда Сами приезжают Вот И иногда Они Это Русские артисты Которые у нас Выступают И у нас будет Например в августе Выступать Замечательный Совершенно Он одновременно И скрипач И контртенор Его зовут Дмитрий Синьковский Он доцент Московской консерватории И совершенно величайший Вообще Одной из самых Великих певиц Юлии Лежневой Вот Которая выступала Уже по-моему На всех самых Прославленных Оперных площадках Всего мира Они будут петь Барочный репертуар У нас в августе А вот два ближайших Концерта Это вот Ну это будет На большом поле Я надеюсь Мы заберем Там тысячи людей А сейчас Это будет Барокко на воде Мы опять построим Какие-то мостки Разместим Музыкантов На этих мостках И знаете Там же еще Акустика меняется Когда от воды Как-то она отражается Отражение звука И получается Что наш центральный Портер Превращается Прямо в поразительный И невероятно Нестандартный Такой зрительный зал По бокам Все будут свистеть Все новые и новые Деревья У нас там например Есть Такой Кладрастис Желтый Это совершенно Уникальное дерево Которое в июне Будет все Увешано Такими кистями Белых цветов Каждый там Сантиметров По 30 Мне интересно Скажите Да даже круче А что сами артисты говорят Когда они выступают В аптекарском огороде Ну насколько им комфортно Там петь По-моему Им в большинстве случаев Очень нравится Знаете Это такое место Где оно настолько Разнообразное по видам И по каким-то пространствам И мы каждый раз Просто вы говорили сейчас Про акустику Даже там от воды Что отражается Да и как правило На субтропической оранжерея Оказалось Что почему-то Да Очень хорошая акустика И все артисты Как правило Ее очень хвалят И под открытым небом Конечно концерты Имеют какое-то своеобразие Ну например Сейчас исполняется джаз У нас отдельный фестиваль Город джаза Не буду рассказывать Про все концерты Которые входят в этот фестиваль Да вы еще придете Смотрите И расскажите Смотрите естественно На нашем сайте Hortus.ru На нашем инстаграме Hortus Нижнее подчеркивание Hortus это сад Кто не знает Очень просто Ну вот И джазовые концерты У нас проходят Там тоже В огромных количествах Да У меня теперь Простой прикладной вопрос Столько концертов Столько мероприятий Как билеты-то взять Как достать Билеты продаются Во всех абсолютно системах Без всяких проблем Их можно приобрести И в кассах сада И везде в интернете Вот Но возвращаясь Например К джазовым концертам Скажем Все-таки концерты Джазовые Классические Чуть-чуть отличаются Их у нас И тех и других Очень много Но на джазовых Люди любят Ну иногда там Поковыряться в телефоне Чуть-чуть пообщаться Они знаете Такие более легкие Современные Да А когда классика То я совершенно поражаюсь Такое ощущение Что ты иногда сидишь Как будто в большом зале Консерватории Люди завороженно Эти тысячи людей Завороженно слушают Того же меланчелиста На рэках Казаряна Или того же Николу Оливьери И даже вип-шатерчик Где там Есть какие-то напитки Какие-то там угощения Все равно Вот все точно так же Полностью поглощены музыкой Это очень здорово Вывод простой Что же мы об этом-то Все рассказываем Это надо посмотреть Да, лучше один раз увидеть Чем сто раз услышать Конечно Все верно Алексей Ратыюм Был у нас в гостях Директор ботанического сада МГУ Абдекарский огород Там мы увидимся Алексей, спасибо Спасибо огромное Очень интересно Спасибо Спасибо Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну